Привет всем, с вами Резмитрий Ророшенко. Сегодня поговорим о тех условиях, которые необходимо выполнить после получения паспорта Российской Федерации. Первое, это необходимо изменить медицинский полис, то есть продлить его на бессрочный ОМС. В данном случае у тех, у кого есть РВП, ВНЖ, временное убежище, например, беженство, беженство, он является срочным на календарный год. Также второе, это необходимо обратиться в клиентский отдел, внести изменения в пенсионное свидетельство о страховании, то есть данные поменять, встать на отчет военкомат, оформить военный билет для военнообязанных, на это дается 14 дней, то есть 2 недели. Также необходимо уведомить налоговую о получении паспорта Российской Федерации и, соответственно, обратиться в клиентский отдел банка, если там, где у вас оформлены, соответственно, вклад, карты, счета, ипотека, возможно, для того, чтобы также внесли изменения об изменении ваших персональных данных. Если у вас водительское удостоверение, я также рекомендую получить российское водительское удостоверение и не пользоваться иностранным. Почему? Потому что есть основания для привлечения по 12.7 КОП Российской Федерации, потому что гражданин Российской Федерации на территории Российской Федерации рассматривается именно как гражданин России, и у него должны быть документы Российской Федерации, в том числе и водительское удостоверение. Если у вас есть электронная подпись АЦП, то, соответственно, также необходимо внести изменения, уведомить, значит, в принципе, практики нет по аннулированию электронной подписи после получения гражданства России, но необходимость в уведомлении я бы также не исключал. Если вы являетесь генеральным директором компании, учредителем, то нет необходимости, значит, извещать налоговую, потому что все сведения, вся информация, она будет доступна и поступает из МВД. В ФСС в данном случае также фонды уведомлять не требуется, потому что это сделает налоговая. Если вы являетесь недаленным предпринимателем, то тоже, соответственно, нет никакой необходимости уведомлять налоговую, так как, опять же, все сведения туда поступают из МВД, то есть все это обновляется, вся информация сейчас единая. Вот такие условия, друзья. Поэтому после получения также российского паспорта можно задащиться получением загранпаспорта, сроки 1 месяц по месту жительства, 3 месяца по месту пребывания или фактического нахождения. Всего доброго, будем с вами на связи. До свидания. Продолжение следует...